снова всем приветики присела отдохнуть я так устала вообще из магазина эти покупки вы увидите в предыдущем ролике и сейчас я крашу эти трубы я уже две ходки сделал на каждую трубу вот сейчас они чуть-чуть подсохнут за это время поболтаю с вами также всю полностью трубу покрасила в туалете хотела только сверху но потом подумала блин она такая грязная надо ее покрасить и пока я там бегала другую трубу украсила она за это время не высохла короче она абсолютно вообще краска не высохла она холодная то есть это вода холодной воды вот мой труба холодной воды да не знаю короче она не высохла и ладно я думаю пускай останется так она прям не белоснежно но там немножечко видно то что потеки вот эти вот ржавчины то есть чуть-чуть есть вот сейчас я в зиминой комнате покрасила второй раз прибежала чтобы третий раз покрасить думаю наверно раза три придется покрашу сейчас на кухне еще раз ее там чуть-чуть как раз черненькие пятнышки остались вот и также сейчас подумала на спросите наташа почему ты красишь трубу как это мужское дело честно знаете если будет красить муж или его отец допустим к ну его родители на помогают с ремонтом его делают чтобы не нанимать это все деньги это очень все дорого и потом чужие люди здесь будут маленький ребенок вот все такое если покрасить там муж или отец то это будет вся стена это будет просто заляпана просто будет грязная и покрасить они просто кое-как а я знаю то что я художника я буду очень аккуратно делать а я всегда каждую работу выполняю очень аккуратно именно чтобы у меня было все идеально прокрашено но при этом это будет долго вот и даже до этого я когда устраивалась на работу и могла выполнять работу долго но она у меня была идеально сделана вот но к сожалению работодателям нужна быстрота но не идеал поэтому вот так вот жизнь к сожалению так у нас вот я такой кофточки сижу такого цвета у меня целый не целый вернее как его спортивный костюм до штанишки розовые кофточка такая же розовенькая вот я худею на диете сижу этот комплект уже на мне просто висит но на принципе растянулся и до этого немножко подвисал и сейчас висит вот и сегодня у меня кстати первый день голодания я решила все-таки поголодать а потому что меня не устраивает что вес уходит всего 300 грамм в день то есть предыдущие годы года когда я сидел на диетах у меня всегда уходила по 400 500 основном 500 грамм в основном так вот я помню но надо посмотреть все таки вот и меня это не устраивает у меня получается один килограмм в неделю кило там с мелочью кило 300 где-то так меня не устраивает это я буду сидеть даже не два месяца на диете а получается будет сидеть диете я не знаю еще месяца три наверное плюс к этим двум месяцам я не готова сидеть так долго вот поэтому я решила все-таки немножечко очиститься как раз у нас там вот выходные я эти выходные посижу на голодание плюс у меня такое выходные такие это бегающие вот я знаю что не упаду нигде в обморок как бы это нормально для меня но при этом кстати поскольку я пью лекарства еще вдобавок лекарства я заметила за эти два-три дня не повлияли не повлияли на вес то есть они также у меня уходит 300 грамм вот и то есть я буду с утра съедать мандаринку чтобы потому что меня лекарство пить два раза в день это лекарство для моих волос чтобы они перестали выпадать и начали расти вот и с утра бы выпивать таблетку заедаю мандаринка или вот чем-нибудь таким вот и вечером я буду выпивать таблетку и заедать ее грейпфруктом грейпфрукт обязательно мне надо провести два месяца вот я их уже ем сейчас у нас по моему а третья неделя идет я их ем осталось уже немножко у меня полный такой подоконник вот мужу постоянно прошу год муж будет я стою в очереди на меня так люди смотрят зачем он покупает так много грейпфруктов что он с ними будет делать сок что ли вот ну так вот надо мне посидеть на грейпфрукт два месяца чтобы потом мне не прибавить вес хотя бы полгода вот потому что будет обидно если я сброшу потом начну кушать и он вернется обратно это будет очень обидно и так было у меня в прошлом году когда я решила посидеть на диете без грейпфруктов я худела все супер а потом начала есть когда уже диета слезла и у меня вес обратно начал набираться хорошо это вовремя заметила и пришлось опять заново сидеть на диете уже есть грейпфрукты уже четко два месяца то есть это обидно поэтому не знаю лично у меня так и не знаю как у вас у меня так вот не упала вот ну и также конечно я пью водичку в основном я пью воду целый день сегодня с утра я кстати выпила кофе не знаю какой-то кошмар как это когда кофе выпьем а потом весь день хочется пить 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 пьешь 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 на улицу вышла я пить 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 хочу прям не могу хочу пить но мы лишь бы до дома добежать дотерпеть думаю не хочу сосучку брать в рот обычно сосучку беру в рот чтобы не хотеть пить чтобы там ну как то это так нормально она делается были кошмар в эту кофе уже не первый раз кстати замечаю причем а кофе абсолютно горки то есть без сахара без там молока сливок там или чего подобного но почему-то вот все равно у меня так вот напишите кстати в комментариях как у вас после кофе хочется пить или нет вот сейчас я пойду дальше красить мне еще надо кстати поставить стирку димину одежду вот дима пошел бабушки надо все перестирать но у меня уже время 930 вечера и я честно говоря так устала что-то за сегодняшний день я не знаю во сколько вышла от мамы но часа два и на н гулял по магазину по перекрестку я прям пошла от самого начала по всем рядам иду все смотрю дошла там до салатов блин это хочу салат эту селедку под шубой прям не знаю прям так хочу и или хотя бы просто селедочку вот лучше конечно под шубу и так тоже хочется вот и там салаты разные разнообразных прям много я помню после нового года мы с мужем заходили салат покупали как раз селедку под шубой там уже мало оставалось салатов я думаю чё себе как люди едят видим на новый год и новогодний стол что-то ну проще наверное купить мне кажется салат и все единственное что только боишься отравиться вот так же там всякая еда всякое там мясо там туда-сюда готовы уже вкусно как все хочется дом блин почему я не покупала до этого это так вкусно мама как-то то время покупала перекрылась там так вкусно готовит ну вот вам привыкнешь говорю все эту прям не могу от иду каждый раз с работы обязательно что-нибудь куплю там так вкусно ну блин почему я не покупаю все равно я знаю что это половина всего этого не приготовлю думал так вот поесть попробую думали почему бы и нет вот там пятерочка зашла там все обошла прошла сказать вот я не купил там морю хотела купить там на них акции и надо было перекрестки купить там по 50 рублей халва я тоже хочу на халву сделать обзор там одна из халва моя любимая и в какой-то момент я перестала ее покупать потому что там какой-то появился на халве вернее было что-то белое такое которое даже не жевалась ничего какой-то не могу объяснить что это было короче съедобное но это не жуется это надо не знаю очень хорошие зубы иметь или не знаю даже не то что очень хорошие зубы это надо железные зубы иметь именно стальные чтобы это прожевать и попавшись пару раз на такую фигню которую там лежала как бы она была права халве сбоку а я перестала покупать и его сейчас я хочу мне сделать обзор чтобы снова посмотреть изменилось что-то или нет она халва там стоит всего 50 рублей перекрестки а пятерочка на стоит 75 по моему то есть дороже пятерочка с перекрестка у нас находится рядом друг от дружки около 100 метров где-то так вот плюс-минус напрямую на как раз стояста пока обходить можем чуть побольше вот и смотришь некоторые товары какие-то дешевле перекрестки одни и те же товары какие-то дешевле пятерочки то есть и так и так и кстати я увидел пятерочки перекрестки тоже есть пицца за 50 рублей всего лишь она не в коробке на просто мешке хорошо упакованная вот он блин пицца всего лишь 50 рублей а я помню как точно давно мы сможем покупали пиццу подороже в коробочках я помню у нас не получилось он какая-то сухая была а до этого еще с родителями я жила мы брали периодически пиццу на хорошо получалось вкусно вот я думаю наверное когда с диеты слезу я надо куплю эту пиццу и мы с вами обязательно попробуем все-таки пицца такая как бы стандартная обычно 50 рублей мама покупала мне пиццу не знаю за сколько она там ее брала именно в пекарне вот она там тоже вкусно и вот то есть вот так вот такие вот дела чуть-чуть осталось там еще докупить не знаю так много всего вроде бы купила сегодня посмотрел там так мало предыдущем от ролики вы посмотрите обзор моих покупок но вышел потому что тысячи рублей сейчас сижу дома вроде там все взяла по чуть-чуть поменьше что было меньше 100 рублей но при этом получилось на большая вот надо еще сходить еще и как раз завтра пойду по делам и зайду еще в пару магазинов и назовите еще фикс прайс попасть докупить чтобы сделать обзор вот там не часть докуплены и потом мне надо еще часть докупить чтобы сделать сразу уж обзор короче так вот еще хочу попасть в светофор прошлом году я светофоре видела продавали конфеты на вес и там было разнообразный прям как конфеты ощущение знаете как будто пришли коробки должны с ней коробки а мешки с конфетами упакованными уже но некоторые конфеты провались и не так эти конфеты чтобы там не разбирать больно все собрали так в кучу в одном ведро расфасовали взвесили положили сначала подумал да ну ладно фигня вроде чего это не буду брать несколько раз проходила мимо дну фигня не буду брать а потом это какой-то момент я подумал блин а надо взять интересно там разные конфеты я могу попасть какие-то другую другую конфету она мне возможно понравится и я ее буду искать магазине потом покупать у нее можно ведь на одну конфетку сделать обзор конце концов чтоб люди тоже увидели что это конфета нормально ее можно есть пошла в светофор как только получилось у меня вырваться а их там нету раз ходила нету два ходила нету вот рядом один раз еще сходила там тоже нету были перестали привозить дом перед новым годом кстати такая вот такой мешочек разнообразных конфет это супер как раз я помню как мы в детстве нам бабуля дарила огромные пакеты конфеты там прям было много разнообразных конфет вот там не знаю килограмма два трижды разных конфет это было классно родные заканчивались быстро и правда честно бабуле мне все время подкладывал какие-то карамельки которые терпеть не могу а сестре все время подкладывал шоколадные конфеты вот однажды я помню грунтасти давай говорю мы с тобой посчитаем а сколько у кого конфет и это мешочек и и взяла мне показалось утром тяжелее чем мой я думаю странного больше должна была все-таки раскладывать пополам наверное ну честно отличный бы я с меня было двое детей я раскладывал все четко пополам и еду бы делила пополам почему я должна давать одному ребенку больше а другому меньше другое узнает потом да и может будет обидно правильно он же будет не так доверять своему родителю ну а почему так вот и стали мы короче разбираться и вот тогда я узнал что у меня там половину карамелек каких-то там москвич москва что вот эти вот красненькие внутри значинка терпеть их не могу я люблю отдать сосучки карамельки вот их да в детстве еще тогда не знала что их люблю вот у меня их там полно у них допустим штук 5 эти красненькие а у сестры 2 это такая не поняла почему у меня их 5 а у нее 2 странно потом другие там у меня их 7 а у нее 3 шоколадных там а нет нет не шоколадный карамелек ладно давай шоколадный проверим все там ну по кучке там ее кучка здесь моя кучку так все ищем ищем раскладываем то есть там не было такого чтоб не заметили там шоколадных допустим у меня 5 там у нее 8 поля думаю нифига себе думаю это уже чересчур как-то ошибиться там навряд ли можно было мне было очень обидно я пошла к бабуле спросила мол а почему так ты забыла ты просто съела уже и руках подожди мне их там 5 этих конфет а у сестры 2 карамельки руках я съела не знаю съел наверно ты просто забыл перестань так это и все как я могла съесть горела даст у меня меньше а у нее там больше хотя шоколадных например да у нее меньше у него больше вот это было обидно если честно это было очень обидно но установка к сожалению где в семьях подводите это так и делается то есть младшего любит как бы первый ребенок уже не особо младшего любит как-то после первого ребенка второй ребенок не знаю почему к нему любую любви больше ему стараешься лучшие подарки дарить а старший как-то он так это не особо нужен мне кажется кстати очень мало таких семей в которых именно двое детей воспитывают одинаково какая разница сколько у них там разница в возрасте год два три пять лет там 10 конечно верну же много 7 даже 7 мне кажется еще мало хотя 10 если ребенку одному там три а другому 13 13 лет еще ребенок в принципе он может также бегать играть 13 14 15 лет но все равно еще ребенок тоже будет наверно обидно там пятилетнему ребенку там дают печенька тебе скажут они это еще ему фигушки тебе усынула на одну только одну вот нас ешь а это все ему да будет как бы обидно вот не знаю нашу мере почему-то именно так часто на улице кстати замечаешь младшего она прям любит любит там целует а старшего так это много раз я видел данным позапрошлом году там отстань уйди учета тут встал такое как бы не очень приятно видишь еще это со стороны становится вдвойне обиднее даже когда наверное один с одним ребенком женщина я видела в сочи как-то раз дочкой шла мама с дочкой дочки ну лет десять 13 вот как то так и дочка решил там были дожди такие сильные было уже осенью было тепло она решила пройти по луже все мне посередине а по краю лужи а нет не так там лужа была и бордюры она по короче по этому бордюру пошла как по мостику через лужу на лужу не наступает и тут мать ее начала орать обзываю всяким словами ты там такая сякая ты где пошла а та 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 на нее она прям уж там сразу нет нет я тут а тут а я ты ноги промочишь там вот блин мне так жалко стало эту девочку я стала уже наблюдать за этой семьей за этой мамой как вообще будет дальше если думаю будет она сейчас дальше так же кричать на ребенка тогда я подойду и выскажу что мол так нельзя с ребенком обращаться что какая будет сама оценка вообще зачем смысл прошел ребенок по там по тротуару по то есть он лужу то не наступил по сути ноги не мочи ну и как раз даже жара на улице но намочила эти ноги ничего страшного одну не смотрю вроде на потом ее обнимает целует там где-то вроде такого больше уже не было слава богу дай бог дай бог чтоб там было все нормально вот и кстати еще была ситуация мы с димой лежали в больнице один на тот момент было 4 5 месяцев где-то с температурой как раз него была температура под 40 у него по-моему какой-то вирус что ли был наверное не помню короче почему каким образом и вместе с нами лежала женщина ее дочке на тот момент было два года с чем-то два с половиной что ли там где-то ближе к трем годам но она была высокая девочка высокая она уже на тот момент была маме почти до груди то есть по девочке было видно что ей лет 8 9 10 где-то вот так вот по ней было видно но потому как она то есть по интеллекту ну да было видно что ребенок маленький то есть она почти не говорит ну мало говорила очень сильно была запугана мама на нее прям орала орала прям конкретно самое интересное самое интересное то что все вокруг больницы мы лежат я вот раз два три четыре то есть четыре девушки вместе со мной были маме в итоге никто ничего сказал только в последние дни когда нас начали уже выписывать но от нас именно и еще что ли кого то сейчас не помню одна девушка все-таки подошла девушка вернее подошла и сказала мол зачем ты на нее кричишь она же пугается да ладно там она не понимает я помню никогда не забуду этот момент когда ребенка тоже приехал с температуры там с чем-то не помню и у ребенка был запор вот ну запор вы знаете что такое запор это реально когда в туалет совершенно не хочется и там тушься не тушься там чего угодно делал не хочется ездить я напомню ребенка посадила на горшок и просто на нее орала просто орала сри 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 я тебе кому сказала быстро иначе я тебя сейчас выпарю ребенок сидит вот так вот трясется бедный весь уже там в слезах говорит мама я не могу мама я не могу пожалуйста не надо мама помню вообще блин не было так жалко и потом ребенок уже этими глазками смотрит на остальных мол защитите меня кто-нибудь а все сидят просто и смотрят я думаю интересно кто-нибудь другой скажет выскажет что-нибудь нет все молчат конечно обид не стала но она орала блин я только вот сейчас вот начинаю понимать что зря я конечно что что-то не сказал хотя конечно это бы не изменилось ничего от этого если женщина уже с рождение ненавидит своего ребенка то ей говори не говори она все равно в любом случае она где-нибудь еще наорет на своего ребенка кто-нибудь это запишет на камеру и куда-нибудь выложит и кто не никто-нибудь опека придет и заберет эту бедную девочку ну пока не мере хотя бы пригрозит что мол так нельзя мне кажется по-любому где-нибудь это потому что так нельзя с ребенком обращаться постоянно орать ребенок ее до смерти боится она ну иди 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 сюда я тебя поцелую да нет я тебя не буду трогать я не буду тебя пороть ну иди сюда тебя только поцелуй ребенок боится уже она просто начинает сразу плакать как только до нее дотрагиваться ребенок сразу плачет не знаю это кошмар ребенку два года с чем-то там скорее всего ребенка запомнит это даже сана поменяется хотя конечно навряд ли вот короче такая вот история не знаю наверно так ненавидится про своего ребенка я думаю раз она орет на него не знал ты на диму смотрю блин он такой сладкий вообще он такой классный ну как можно ребенка наорать как можно ребенка выпрыгнуть там не знаю просто даже наорать он блин когда это твой ребенка твой родной ребенок потому что она и не родная нет родная по моему похоже даже вот уже сколько уже года два прошло после этого тогда у меня был старенький телефон я ну блин я так хотел записать все это на камеру телефон у меня был старенький я знал что там ничего не получится такие вот бывают родители мне кажется вы тоже очень много видели разных родителей сейчас хоть и опека начинает приходить но как видно что родители особо не меняются родители у нас какие были злые там своих детей такие и остаются и вроде как семья да она там родила возненавидела своего ребенка и вроде как детдоме она оставить не хочет и вроде как и воспитывать не хочет но приходится куда деваться видимо не знаю наверно так в детдоме надо оставлять мне мама говорила рассказывала когда ты уходишь на улицу гулять я всегда переживаю где ты что ты как-то ну ты же можешь выгнать во двор вон там я гуляю и посмотреть что там все равно переживай ты когда вырастешь у тебя будет свой ребенок и ты поймешь это действительно вот если у меня там допустим там дима бегает в комнате или сидит на горшке я переживаю все равно внутри у меня переживание а вдруг он сейчас пока я тут кашу варю что он сейчас куда-нибудь взять хотя я знаю что он никуда не залезет чтобы все хорошо что он продолжает сидеть там на горшке все в порядке но все равно вот какое-то вот внутреннее переживание есть вот и даже вот к маме отходишь его и все равно вот я в магазин гуляя а мне все равно переживание все ли с ним там хорошо не упал ли он там ничего ли кстати вот насчет того что когда он падает как-то было он ударился коленкой коленкой он ударился сильно но сразу мы не поняли чем же он дарился он плачет 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 и тут я чувствую вдруг на коленке у меня боль с правой стороны правая коленка вдруг начинает болеть неожиданно могу тут чем же он ударился ну чем же он ударился игру коленкой правой мы поднимают поднимаем штанина увидим что правая коленка красненькая игру маму как это почему бы он ударился у меня заболевают ну ты очень сильно перри у него него горы прям чтоб я сильно переживал то есть он бывает ребенок маленький он тогда был может конечно это упасть падал ну как бы да он у меня падал довольно часто падал особенно когда ходить учился конечно это было что-то с чем-то где-то вроде он там идет 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 но все равно где-то там может упасть через это все проходят в этом нет ничего страшного ну так бывает я была честно говоря очень удивлена что мне как маме это передалось то есть ну когда ваша подруга допустим ударяется не знаю она не особо это переходит чисто может эмоционально но я не знала какой вернее чем он ударился ну не знаю короче как то так так ладно я пошла красить сколько уже у нас там прошло у нас с вами прошло 27 минут я болтаю офигеть а с вами до 27 минут она пошла красить потом я вам наверно в следующем влоге покажу как я все покрасила давайте пока с вами был канал арт мани подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно и всем пока пока